Ну, давайте с самого начала. Ребекка Ханум. Ахшаман Асаир. О, отлично, отлично. Сколько месяцев вы уже здесь? А сколько месяцев вы репетировали? Я здесь уже больше года. 6 марта я приехала. 2022 года. Ну, давайте вернёмся в самое-самое начало. Вы переехали к нам из Питера. Да. Вы работали в Мариинском театре. Чем вы там занимаетесь? Я последние 10 лет работала с певцами. Я концертмейстер оперы. В мои задачи, ну, и тогда, и сейчас входила очень простая вещь. Я учусь певцами партии, то, что они потом будут исполнять с оркестром. Я учусь с ними это в классе. Как это происходит? Вы пропеваете с ними это всё? У меня божественный голос. Иногда я пропеваю с ними, пропеваю сама, пропеваю за всех. Но вообще… Но сама на сцене не пою. Слава тебе, Господи, нет. Это очень сложная профессия. Нет, я пианистка. Обычно в эту профессию приходят из пианистов и из дирижёров. Потому что я заменяю оркестр. Моя задача сделать так, чтобы дирижёр был доволен. Грубо говоря, чтобы певец потом, выйдя на репетицию, знал точно материал. Из-за него 50 раз не останавливались. Оркестр не останавливался, дирижёр не психовал. Вот моя миссия. И ещё языки. Если опера идёт на иностранном языке, чтобы всё было без акцента, с правильным произношением. В основном итальянский, да, наверное? В Малининском театре там большой ассортимент. Там и немецкий, и французский, и итальянский. Здесь… Вы их все знаете? Я более-менее владею итальянским на уровне. Понимаю, говорю. Английским, итальянским. Французский на уровне фонетики. То есть я могу прочитать и понимаю, и перевожу со словарём. А немецкий я учу, мужественно сражаюсь с ним несколько лет. Пытаюсь на нём… Мне вообще кажется, что если я смогу на нём заговорить, это будет вообще моя самая большая победа. Это очень трудно почему-то. Вы сколько лет там поработали? В Малининском я работала с 2019-го. Вообще просто хочу сказать, что моя жизнь так сложилась, что я уехала просто вот тогда, когда моя жизнь удалась. Мы сидели в кафе с моим другом хорошим. Он по совместительству был моим начальником, директором оперы. Мы сидели в кафе в январе. Я говорю, Гриша, как так вот? Представляешь? Я чувствую себя свободным человеком. Я занимаюсь тем, что хочу. И мне ещё за это очень много платят. До моего отъезда я работала в Малининском театре. И там же при Малининском театре существовала молодёжная программа Вероники Аткинс. И я занималась молодыми ребятами, очень талантливыми, которые там сейчас работают. И там, конечно, несопоставимо выше были зарплаты. Фактически за одно и то же. И у меня также была куча проектов. Я работала у Курензиса на Дягилльском фестивале. Это прям моя отдельная любовь. Их коллектив «Музыка Этерна». И, в общем, меня везде любили, меня везде отпускали. И моя зарплата была где-то вот 3 тысячи долларов в месяц. Это очень много. Ну, мы вообще… Концерт-мейстер – это очень нищебродская профессия. Это, наверное, ещё хуже, чем быть педагогом в плане денег. В общем, сглазили бы. Да. Да. А самое интересное, что ещё в театре так получилось, что буквально за месяц до отъезда мне дали спектакль. Ну, это очень круто. То есть ты молодой специалист, и тебе говорят, вот на тебе оперу. Ты за неё отвечаешь, собирай певцов там. Ну, то есть ты вообще всё делаешь. Это как режиссёр, в смысле? Нет, это ты… То есть ты разучиваешь. Опять же, ты всё делаешь, разучиваешь. И потом, ну, собираешь состав. И потом… Ну, у нас немножко всё в театре поставлено с ног на голову, потому что вообще дирижёр должен это делать. А в Мариинском там такая текучка, что дирижёр… Ты даже не знаешь, кто это будет дирижировать. Ты должен собрать такую, так сказать, форму, а потом придёт уже режиссёр, дирижёр, и будет ему с чем работать. То есть всё со всеми в очереди. Вы верили, что война начнётся? Вот в январе, когда сидели с Гришей и говорили о том, что я так счастлива, вы думали, что через месяц будет война? Нет. Более того, знаете, я потом задним числом вот так стала отматывать. Нет, для меня был полный шок. Я 22-го числа, мы, опять же, с Гришей, по утрам у нас были созвоны такие просто… У него ребёнок просто ровесник моего сына, и мы всё время делились всякими… И оба мальчика такие у нас своеобразные, потому что дети музыкантов – это вообще отдельный диагноз. И тут он мне звонит, и ты читала новости, а я понимала, что у меня голос пропал. Вообще не знала, что такое бывает. Вот Ася ему… Ну и всё, жизнь закончилась. То есть вот… Но до этого, я помню, что мы были с коллегами в Льеже, в Бельгии, и я снимала комнату… Мне захотелось снять комнату прямо в центре, рядом с собором. И денег хватило только на комнату, но квартира, разумеется, там дорого, всё. И там был пожилой джентльмен, который мне… Мессию, который мне сдавал комнату. И вот я помню, на кухне мы с утра чаем пьём, и он говорит, а вы знаете, что над Брюсселем сбили русский беспилотник? Я говорю, я тут ни при чём. Но я просто думаю, какие-то такие маленькие знаки. Потом помню, что мы сидим в ресторане с коллегами, и я кого-то спрашиваю, говорю, а вот война начнёт. Я даже не знаю, зачем я спрашиваю. Вообще, почему я спрашиваю, говорю, а вот война начнётся, ты где будешь? Потому что очень многие певцы, они же работают в Европе и в России. И меня удивило, что… Он говорит, конечно, в России, а что я здесь буду делать? Ну, поговорили и забыли. Потом эти разговоры, они как-то циркулировали. Что-то вроде говорят, но никто не хотел верить. Это же немыслимо. Это на уровне просто бреда вообще вот всё это. Как скоро? Вот 24-го всё началось. Как скоро вы решили, что вы уезжаете? И почему? И за мужа, в первую очередь? Чтобы не призвали? Или это политическая позиция? Нет, это… Знаете, я… Последние 10 лет я занималась музыкой. И занималась ей каждый божий день с утра до ночи. Просто вот проснулась, поехала на работу, приехала, упала, заснула, всё. Я немножко отключилась. Хотя недавно всплыл мой пост 2015 года, в котором было написано 2015. Я всё забыла, я помню только музыку. Вот у меня память плохая. Там было написано, когда закроют новую газету, это будет для меня сигналом, что надо уезжать. Вот такое… У меня был друг еврей, правозащитник, он в мемориале был, Островский и Саша. И я помню, это было ещё в 2013-м, 2012-м. Он мне говорит, самое главное – понять, когда надо уезжать. Потому что в 1933-м евреи могли уехать с вещами, в 1937-м без вещей, а потом уже вообще не могли. И это у меня стучало в голове вот эта мысль, начиная с 1922-го, 1923-го, 1924-го, 25-го. У меня была бутылка виски, 28-го у меня был день рождения. И я помню, что я вообще не могла встать с кровати, перестала водить ребёнка в садик. Потому что у меня было ощущение, что… Ну, я подозреваю, что, наверное, я немножко как-то впечатлительный человек. Я осознала всё сразу как-то на меня. Но вот меня больше ничего не удивило. Всё, что потом было, буча, вот это… Я всё знала, что так будет. У меня не было иллюзий. Я жила в республике Коми, где Воркута, Инта, все эти лагеря. Я была в музее. Я про расстрельные тройки. Всё это читала. Я всё знала, как это было. Я знаю, на что способны люди. И меня не удивило ничего. Но почему вы уехали? Могли продолжать заниматься музыкой, оставаться? Нет. Я бы там умерла просто. Умерла. У меня было ощущение, что у меня отключили кислород или что меня заживо похоронили. Я потом… С супруга вы тоже могли не призывать, он всё-таки… С супруга… Там была вообще у нас киношная сцена в аэропорту, потому что его не пустили, у него не было QR-кода. И он остался в России. Мы с ребёнком уезжаем. Он остаётся там. И… Ну, просто говорю, мы… И я знала, что так может быть. И накануне я ему говорю, «Ефим, если тебя не пустят, мы останемся». Потом утром думаю, если его не пустят, а там потом могло случиться что угодно, я думаю, ему будет одному выбраться проще, чем нам всем троим. Поэтому, говорю, ну… Ну, в общем, было это всё такое, знаете, кино. На самом деле это так трудно сейчас вообще. Я думала, что надо вот сесть, перечитать вот всё вот это, то, что было год назад. То есть, 24-го всё случилось, 6-го вы уже приехали, марта уже приехали в Баку. То есть, получается, даже две недели. Да, которые стоили мне отдельной жизни. Просто для меня это смерть была. Просто осознать, что ты вообще часть вот этого всего, принять… Ну, как принять? Нет, принять – это на этот год ушёл. То есть, вы не соглашались быть частью страны, которая захватывает чужие земли. Я правильно понимаю? И абстрагируют, как и многие ваши соотечественники, абстрагироваться вы тоже от этого не могли. Меня всю жизнь воспитывали, что мы страна, победившая фашизм. Я в это поверила. Я поверила, я вообще во всё поверила. Ну, я не могу сказать, что в России мне легко жилось, потому что в России, как сказать, я не буду говорить за всех, но в моём окружении мне всегда говорили, тебе больше всех надо. Ну, что ты вот… Ну, немножко я выделяюсь, скажем так. И почему выделяюсь? Потому что я поверила в книжки, которые я читала, что надо быть хорошим человеком, что надо помогать, что нельзя быть равнодушным. Там, не знаю, какие-то… Ну, мне так интереснее, кажется, жить и правильнее. А в целом атмосфера… Я потом тоже поняла, почему у людей нет веры в то, что если они будут что-то делать, что-то изменится. И многие на этом пути просто перестают вообще что-либо делать. И они стоят и просто смотрят, как ты там барахтаешься. Да что ты? Ты что, не разобрала? Ты не понимаешь, что ли? Дело в том, что… Почему я уехала быстро? Так. Потому что в 2000… Во-первых, я была членом Общественной палаты Республики Коми. Это было до моего переезда в Петербург. Это вообще отдельная история, как я туда попала. У меня был приятель, который занимался связями с общественностью при главе республики. И он говорит, ну ты уже такая активная, вот у тебя там блок свой, давай ты будешь говорить про искусство, как бы со стороны искусства в Общественной палате. Это очень надо. И вот, кстати, ключевая штука, на которую купили очень много хороших людей, что надо идти на диалог с властью. Если ты хочешь чего-то добиться, не надо вставать в оппозицию. Ты же хочешь что-то хорошее сделать? Вот приходи, объясняй, а после они тебе выделят денег. Это я к вопросу вот еще. Вот Чупан Хаматова, вот эти люди, которых сейчас, которые обвиняют в сотрудничестве с властью. Ну вот я думаю, что они просто абсолютно тоже купились. То есть хочешь сделать хорошее? Иди и объясни, докажи, а мы тебе дадим подачку. А потом случилась такая штука. Опять же говорю, я же наивный дурачок. У нас была там христианская церковь, и она есть, собственно, сейчас протестантская. И у них, я сейчас суть конфликта в подробностях не знаю, но у них какое-то было хозяйство, в котором они, как я поняла, выхаживали наркоманов там и таких потерянных людей. И, кстати, я думаю, что это единственное место, где реально могут этим людям помочь. И знаю случаи, когда они спасали. И вот на это место то ли кто-то глаз положил, то ли что. В общем, там был рейдерский захват, и эти христиане объявили, значит, гладовку. И я сейчас не буду говорить, кто там прав, а не прав, но если у тебя в столице республики двое людей голодают лёжа в месяц, то это должно как-то где-то освещаться. Потому что так не может быть. Я у себя в блоге написала, после чего мне вот этот мой парень, который меня позвал в общественную палату, он мне сказал, если ты ещё раз что-то напишешь, ты узнаешь о себе много нового. Я говорю, что ты расскажешь, что я лесбиянка, что ты, как ты собираешься этот вопрос со мной решать. Так что, в общем, я это всё потом поняла. Напомните мне, пожалуйста, если это не секрет, конечно, кто по национальности ваши родители? Во всех интервью я говорила, я русская. Потом думала, Магомедова, Рыбека, Декарта. Ну что ты говоришь? Какая ты русская. Я на самом деле считаю себя русской. Человек русской культуры. Но папа мой аварец, село Сагратль, там все мои родственники. Дагестан. Дагестан. Сагратль и Гуниб, если я ничего не путаю. Я была один раз в Сагратль с дедом. У мамы там всё сложно, потому что у нас расплаченная семья, мы своих корней. Я знаю бабушку, но больше никого. Мамина мама. Да, потому что дедушка утонул до моего рождения, а её там, вот моя прадедушка с прабабушкой, там один был в лагерях, бабушка умерла, ой, прабабушка. В общем, а бабушка, видимо, настрадавшись так, что она нам ничего не рассказывала. То есть... Ну мама себя считала по национальности кем? У меня в свидетельстве о рождении написано «Украинка». У вас? Да. У меня, по-моему, все украинцы. Руденко и Кравченко. Но на Украине я была один раз, кажется, и в каком-то вообще детском, детском возрасте. То, что мама ваша украинка, это как-то сказалось на то, как вы восприняли начало этой войны, вообще эту войну? Или вне зависимости от того, была ли вы ваша мама русская, нерусская, ваше отношение, оно не зависело от корней? Я их не чувствовала никогда. В корней? Конечно, потому что это не как в моей жизни, кроме слова «цуцик», которое я запомнила от бабушки, что замерзла, как цуцик, как щенок. Я… Ну, это… Нет. Это просто потом, я уже в сознательном возрасте, у меня же свидетельство о рождении там написано. Вот я взяла с собой. Но ты живёшь, и ты родился в России, в Тольятти, в таком страшном месте. Страшно, почему? Потому что 90-е такой промышленный город, бандитский был. Вот. Но нет, я не чувствую своих корней, потому что всё порвано. Нет такого, что ты вот родился, жил, у тебя большая вокруг там семья, куча родственников. Нет. У меня все… У меня мама родилась на Дальнем Востоке, папа в Дагестане. Они потом ездили, ездили, ездили. Там Сахалин, там что-то вообще объездили весь Дальний Восток, и в итоге познакомились в Тольятти. Ну вот что это? Вот, поэтому так. Ну, наверное, что-то есть. Характер, во всяком случае. Я вот смотрю, как украинцы сейчас дерутся. Думаю, ну, наверное, что-то есть во мне оттуда. Почему Баку? Большинство же ваших соотечественников уезжало, насколько я знаю, в Армению, в Грузию, в Казахстан, и немного в Кыргызстан. Но я думаю, что первая тройка, это я не ошибся, это Армения, Грузия и Казахстан. Мы, наверное, на каком-то там, я не знаю, дальнем месте по количеству релокантов, если можно так сказать. Почему Баку? Вот тоже мне до сих пор этот вопрос мучает. Думаю, как же так вышло? Потому что, ну, на самом деле, такое сумрачное время, я говорю, две недели просто… А здесь мучают не потому, что пожалели? Нет, нет, нет. Но у меня, знаете, вообще всё так сложилось, видимо. Я вообще человек, не могу сказать, что религиозный, но верующий, но не религиозный. Но когда ты делаешь правильные вещи, тебе как будто в парус кто-то дует. И у меня в театре в Муринском у меня есть хорошие друзья азербайджанцы. Ну, как друзья, знаете, просто мы работали вместе, и они мне все помогли, все просто разом помогли. И мне нашли здесь квартиру, привезли вещи, потом привезли игрушки для сына. А мальчику шесть? Мальчику шесть. Он ходит в школу здесь? Нет, он не хочет сходить в школу, он мне сообщил об этом. Я поняла, что у нас есть ещё годик запаса, и мы решили его пока не отдавать. Но я хочу отдать, если буду отдавать, в английский сектор, не в русский. Потому что я не верю, что мы вернёмся. В Россию? Да. Вы скорее туда поедете, чем я. Я почему? Нет, просто вы можете... Я смотрю, много людей отсюда ездят, а для меня такой сериал... Я не езжу, для меня это принципиально. Ну, я знаю, что многие... Нет, 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 я не езжу. А я... Я жил в Москве несколько лет, в разные периоды своей жизни. В жизни, в целом, если их собрать, семь лет. Я люблю Москву как город, я всегда её любил, но после того, как всё это произошло, для меня всё отрезало. Я принципиально не езжу, я принципиально не даю интервью российским журналистам, я не участвую в конференциях и онлайн каких-то, я не знаю, тоже онлайн конференциях, связанных с Россией. Для меня это баста. Пока Россия захватчик, пока Россия ведёт себя как агрессор последний, и не только в войне с Украиной, но и в том, как она ведёт себя в нашем с армянами конфликте, который был и после войны, как наши Карабасы, как они себя ведут. Для меня это закрытая тема, поэтому я жду, когда Россия проиграет. И с большим удовольствием. А потом уже посмотрю, ездить туда или не ездить. Ну, для меня это всё закрыто. Поэтому те, кто ездит, пусть ездят, я не знаю. Но если вы спрашиваете лично обо мне, для меня Россия закрыта по своей собственной инициативе. Вот. Ну что, поехали дальше. Так, вы приехали, вы выбрали Баку, потому что там были азербайджанцы. Это был, потому что была поддержка какая-то, что ли. То есть у меня больше нигде нет... И до этого в Баку никогда не были? Я сейчас скажу страшную вещь. У меня вообще плохо с географией. Я географию Россию ещё более-менее не знаю, потому что я много ездила по районам, по областям, по регионам. Я доехала до Иркутска. Дальше не была. Но до Иркутска я... Причём там чуть ли не на поездах всё... Но где Баку, я узнала в самолёте, что он на море. И была очень приятно, удивлена. И как вас встретила Баку? Прекрасной погодой. И, в общем, я говорю, мне здесь помогли. Первые впечатления какие были? Ну, во-первых, я человек очень чувствительный к архитектуре. Просто для меня это... Я родилась в городе, в котором нет ни одного красивого здания вообще. Там очень красивая природа, но бараки, в общем, сплошные. И, ну, например, Автозаводский район, где вот этот наш ВАЗ, там кварталы построены по одному типу. Например, просто вот три квартала совершенно по одному проекту. И, условно говоря, по четырём проектам построен город там на полмиллиона человек. Это чудовищно, по-моему. А в Баку, ну, во-первых, что мне здесь нравится, ты можешь... Здесь ты приезжаешь в другой район, и такое ощущение, что ты приехал в какое-то другое место. То есть вот ты хочешь старины какой-то, ну, я не знаю, что-то национального, ты идёшь в старый город, гуляешь там, совсем свой дух. Если ты хочешь что-то парижское, там, немецкое или ещё что-то, тоже есть такие здесь уголки, и, ну, совершенно потрясающе. Потом я всё время думала, у нас же у Мариинского театра куча филиалов. И я говорю, почему Георгиев не сделает уже филиал на море? И я всегда хотела, чтобы я работала по профессии, но жила на море, чтобы можно было ездить на море. Осуществилось. Да, потому что в Грузии, например, не так. Там театр в Тбилиси, а море в Батуми. Ну, это всё потом. Я говорю, потом. Поначалу у меня была мысль, что просто оттуда выбраться, потому что у меня начались проблемы со здоровьем просто. Вы приехали в Баку. И через какое время уже устроились на работу? Это вообще отдельная история. Вы про какую работу хотите спросить? Я работаю в двух местах. Я про театр в опере балета. Вот. Сначала я устроилась работать в комьюнити. Причём, как устроилась? Комьюнити Ньюзион, в котором я сейчас живу, и в котором я, в принципе, работала до последнего времени. Сейчас я просто решила, что там в театре сейчас очень много всего, и я не смогу совмещать. А чем занимались комьюнити? Поначалу всем. Я вела паблик, вела чат, там переписка с потенциальными прилакантами, заселение, какие-то текущие проблемы, там, организации. Ну, в общем, как менеджер. Всё просто. Сколько россияне сейчас в Ньюзион приехали из России? Сначала у нас было 30, наверное, где-то человек, когда там вот прошлой весной, потом в августе, наверное, у нас уже было 60, а потом в сентябре приехало ещё 500. В сентябре. Просто за неделю у нас. Сейчас около 500 человек. Сейчас 500 человек живёт у нас, да. Я про Ньюзион смотрел, я вам рассказывал, материал Лобкова, и я делился и повторю, возможно, это не так, возможно, я ошибаюсь, но я скажу свои впечатления. А вы уже опровергнете или согласитесь, скорее опровергнете или поделитесь с вами каким-то мнением. Но я вот смотрел, Лобков приехал в Баку и сделал про Ньюзион отдельный репортаж, материал. У меня было ощущение, что люди, которые приехали в большинстве своём и которые рассказывали о своих первых впечатлениях, о городе и так далее, это люди, которые когда-нибудь, когда вернутся в Россию, они не будут говорить об Баку так, как говорите вы. Ну, опять-таки говорю, наверное, не все, но, по крайней мере, некоторые из тех, кто был задействован в репортаже. Вот эта имперскость, которая присуща людям, потому что война, которую затеял Путин, он бы не смог это сделать один, по моему убеждению, если бы люди его не поддерживали. Имперскость русского человека, который в нём сидит, когда он считает выше остальных, выше азербайджанцев, грузин, казахов и так далее, она никуда не делась даже после того, как они приехали сюда. И то, как они рассказывают о городе, о людях, ничего плохого они не говорят, но вот эта имперскость, она прям чувствуется кожей. И я думаю, что уезжая отсюда, когда-нибудь они когда-то, неважно, два года, здесь три года проживут, и когда они переедут, вернутся в Россию, будут рассказывать, возможно, они будут вспоминать тепло, этот город. Но вот то, возможно, слово пренебрежительное, это очень громко, но то вот такое вот пренебрежительное отношение даже к тем людям и к той стране, которая их приютила, она никуда не денется. Это действительно так? Так, я правильно почувствовал по репортажу? Или вы, общаясь с этими людьми, работая внутри Нью-Зиона, общаясь с ними каждый день, считаете, что я абсолютно неправ? Люди разные. Я не могу говорить за всех. Я могу сказать, что большее количество адекватных людей, чем вот сейчас, меня окружают, у меня в жизни такого не было. То есть моя мечта жить в доме, в котором у тебя вокруг друзья, она, в общем, юношеская мечта. Вы живете там, в Олимпийской деревне, да? Да, она сейчас сбылась. У нас там огорожена территория, у нас вместе гуляют дети и ребенок. Я очень довольна, что он в таком окружении таких людей, которые смотрят в будущее. Они, как в России, это основная сейчас разница. Те люди, которые смотрят в будущее, они уехали. В России остается, у меня остаются там родные, дорогие, близкие мне люди, которые очень иногда пишут какие-то очень горькие сообщения, но в целом основная масса, разница, как мне кажется, у тех людей, которые поддерживают военную операцию, которые поддерживают. Путин – это люди, которые зациклены на прошлом. Ну и они сами зациклились или им помогли, я не знаю. У них вот скрепы, там война, они борются с каким-то воображаемым фашизмом там на Украине, вместо того, чтобы осознать, что, в общем, фашизм-то сейчас в России. Те люди, которые думают о будущем, они уехали. И я не думаю, что... Я могу сказать, как это было со мной. Когда ты уезжаешь из России, у тебя просто физическое ощущение, что ты как космонавт оторвался от станции «Мир» и куда-то тебя унесло. От большого, великого, светлого и прекрасного. Потом я стала анализировать. Вот, например, моя история с театром. Мне больше было больно, что я оторвался от Мариинского театра. Потом я стала анализировать. Думаю, что хорошего у меня было в этом театре. Мне там очень было тяжело. То есть ты каждый день, как на войне должен, всё время был доказывать там ещё что-то. Было не так много интересной работы там. То есть я думаю, почему мне так больно? Это же ведь, ну, не... Ну, мне же здесь неплохо. Потом я поняла, что нас так воспитывают, нам это с детства, везде, на всех уровнях внушают, что мы часть большого, великого чего-то. И человек вот свою ущербность в каком-то смысле компенсирует вот этим величием. То есть у него там зарплата плохая, семья не удалась, там, не знаю, все пьют, но... Но зато Гагарин. Да. То есть это страшный наркотик вообще. То есть и я видела людей, которые... Ну, просто мы ездили по сфилармонии, там, по всяким деревням, там, пьют прям семьями люди. И они каждый, они все гордятся. Я думаю, господи, посмотрите на себя. Ты же... Самое интересное, что люди элементарные вещи не понимают. Они ведь будут умирать. Это человек умирает один, без государства. Ты должен за свою жизнь отвечать, за себя отвечать. А у нас вот это... Это реально как вирус, я не знаю, как матрица какая-то. И из нее не так... Просто я думала всегда, что я человек либеральный, что... Что я вот как раз, да. Но нет, и со мной тоже это. Я сюда приехала, у меня... Нет, у меня не было возмущений там, по каким там... У нас люди любят возмущаться по любому поводу. Я единственное, я была шокирована полным отсутствием детских площадок. Мы с ребенком выходим. А я так привыкла, что у нас вообще в каждом дворе, то есть дом, дворик, дом, дворик такой, где там детки. Вот так. И это где-то продолжался там месяц. То есть как-то неприятно. Но это вынужденно, когда тебя вот выкинуло, и ты... Ну, ты не в гостях. Ты просто вот как будто тебя выкинуло на необитаемый остров, и ты в нем пытаешься как-то. Потом, я вот могу сказать, что прошел год, я же в депрессии провела там, не знаю, большую часть года просто в каком-то кромешном аду. Ну, в общем, это никому не заметно, как у меня такая депрессия, что ее кроме меня никто не завещает. В общем, позитивный человек. Но сейчас я вдруг поняла, что вот эту весну я вдруг переживаю, как первый раз в жизни вдруг мне понравилось кушать. Мы тут, меня отвели в какой-то подпольный ресторан. Самый лучший ресторан, как я поняла, в Баку, они где-то не... Вот ты их просто так не найдешь. Это какой-то семейный бизнес. И где-то это в подвальчике все время. И вот меня... Я, наверное, никогда не забыла. Мне принесли кусочек сыра, и он был в какой-то траве обвален. И я... Человек совершенно вот равнодушный к еде. Я откусываю этот сыр и понимаю, что там столько поэзии, стихов, я не знаю, истории огня, там все просто в еде. Я думаю, вот вы меня уже научили радоваться жизни, уже кушать я уже полюбила. Но у нас культ. Нет, так это здорово. Ну да. И еще мне кажется, что меня здесь научили или учат любви в отношениях между людьми. Все-таки у нас очень жесткое общество в России. Я думаю, вы замечали это. меня шокировало совершенно, что я захожу в метро, мне уступают место. Не оглядывают там, так, не беременная. Все, не буду уступать там. Так, ну выглядит... Когда мне уступают в метро, в России место, я думаю, господи, я, наверное, плохо накрасилась там, что уже за бабку меня приняли. То есть это скорее нонсенс. А здесь мы заходим с сыном и, пожалуйста, уступили место. И что еще меня шокировало, что дети, например, балуются. У нас сразу так быстро сюда шшшшшшшшшшш. А здесь как-то балуются и балуются, умиляются там как-то. Ну, в общем, во всем вот это, со стороны взгляд, во всем больше, что ли, любви какого-то человечности. Меньше формальности, больше человечности. Сначала это, кстати, раздражает, потому что ты приходишь, например, в салон в какой-нибудь парикмахерский. Тебе там записали какое-то время. В России как бы это чётко. Ты пришёл в 5, а тебе в 5. А тут можно, слушай, что ты там... Ну, посиди, чай попей. Ну, в смысле, как? Причём здесь даже на уровне частной клиники тоже можешь прийти. Самое интересное, что ты опоздал, как бы никого не обижает. Ну, что врач тоже опоздал. Я думаю, как же они всё сводят в конце с концами, если всё время так немножко плюс-минус. Тоже это, кстати, первое, что вот такие всё у нас... Cultural differences такие, знаешь, серьёзные просто. Ты привык на мой, здесь всё вот это абсолютно по-другому. То есть тебе люди говорят, будет готово завтра. Чтобы не нервничать, я просто сразу неделю накидываю. Просто знаю, что будет готово. Но не обязательно завтра, потому что вдруг всё устало. Я не знаю. На самом деле всё очень сильно изменилось в лучшую сторону. Это, может, лет 20-15 назад. Смотря, опять-таки, о чём мы говорим. Сейчас, когда я записываюсь к врачу или к парикмахеру, у меня бывает всё чётко. Или когда я там, я не знаю, или нужно что-то сделать, интернет дома, или ещё что-то. И в обговоренное время мастер приходит. Не знаю, не знаю, почему у вас такие впечатления. Это не потому, что я пытаюсь защитить. А действительно, потому что я наблюдал такое в 90-х. Сейчас я знаю, что все стараются работать по-немецки. Вот чётко. Потому что от этого зависит завтра отношение к клинике, отношение к мастеру, отношение к там... Нет, вы-то сравните с тем, что было. А я с тем, что, как у нас всё было уже в последнее время, то есть я сравню какое-то впечатление релаканта, скажем так. Но когда у нас начинают бухтеть люди, там наши, вот как так, я там записался, прожил, а человека нет. Я говорю, слушай, в России было всё классно. А чем всё кончилось? И всё, и на этом всё дискуссия заканчивается. Я говорю, я теперь всё время буду говорить. Ну и что? Что там было, там всё чётко? Чем всё кончилось в итоге? Что ты имеешь идею? Возвращайся, живи. К вопросу о жёсткости в России. Я никогда не поверю, хотя вот, может, возможно, вы скажете, что нет, что Ребекка Магомедова никогда не испытывала на себе вот этого вот... Хотя бы в детстве. Троллинга? Троллинга по национальному моменту. Ну, во-первых, родители удружили меня с именем. Это очень редкое имя было в Тольятти. В Петербурге Ребек достаточно много, в Москве тоже, и во всех еврейских поселениях тоже всегда встречались. У нас же всё, что чуть-чуть отличается от нормы, это мишень для буллинга. У вас даже больше фамилий, чем имя. Самое интересное, тоже вот многое, наверное, говорит о том, о реальном вообще вот... Просто вот, знаете, есть картинка снаружи, вот вы снаружи на всё это вот смотрите, а я там выросла. Ой, я в 90-х учился в московской школе. 88-89-90. И я знаю это изнутри. Ну, вот когда у меня был выбор национальности, то есть у меня ещё в старом паспорте, можно было выбрать национальность. И я помню, мне мама говорит, так, пиши, что ты украинка, а то аварцев могут депортировать. И сейчас ты, мама, как с чем всё кончилось, как говорится. То есть вот этот страх, вот он, хотя мама не переживала депортацию, но он где-то там под кожей. Вот. Конечно, да, я сталкивалась. Более того, я видела, и мне было всегда очень жало, я со всеми всегда здоровалась. Вот у нас там женщина моет полы из Узбекистана, я всегда к ней там, здравствуйте, всё. Но я видела, как люди относятся там, как вот просто как... Много. Мы друг к другу так относимся. Что же говорить там про каких-то инакомыслей, ну, в смысле, иных людей. Вот. Я была свидетелем совершенно жуткой сцены, когда был ковид, там так все стали с ума сходить. Ну, вообще, хамство – это то, с чем я регулярно, каждый божий день сталкивалась в России. Вот все свои вот 43 прожитых там года. И это очень грустно, и, ну, это чудовищно. Просто от этого надо как-то избавляться. Я не знаю. Это такой контраст на самом деле. Вот ты приезжаешь в Азербайджан, думаешь, господи, а что бывает вот как-то по-другому? Ну, не знаю. Это очень сильно заметно. Я здесь, я видела здесь разборки, видела. Но, как правило, слава богу, у меня этот языковой барьер, и не знаю, что вот какие слова там употреблялись в этом. Но это очень редкий случай. И, как правило, люди, которые проходят мимо, они, ну, не остаются. Они останавливаются, они этот конфликт решают. Это тоже большое отличие. Потому что в России как-то люди боятся встревать. Это вот. Я даже не знаю, вот могут человека убивать, но это как бы немножко не мое дело. Я пойду. Может, это не только российское, но это вот мои наблюдения вот там и здесь. Вот. Ну, я была свидетелем в метро в Петербургском, как сидела такая красивая девчонка, цыганка, и у неё было двое детей. И я сидела, смотрела, тут Мадонна. Вот она молоденькая, там, год 22, и она их обнимает. Они такие все красивые, они к ней приезжались. И тут женщина, причём женщина, которая место уступила, такая вот женщина. Вот из-за таких, как вы, отродье, у вас всё, там, ковид и всё. А та так на неё смотрит, она детей вот прижала, а та её обливает, обливает, и никто вообще, никто и не заткнёт эту. Вот. А я тоже как-то, ну, я встала потом, потом уже вот, я в какой-то момент жду, у меня тоже тормоз, я не знаю, тоже, видимо, воспитанный, что, ну, как бы, это же не твоя же проблема. Я всегда говорю, женщина, ну, это не она виновата, это вирус виноват. Вот, а бабка, ну, видимо, понимая, что я же её благодетель, я же ей место уступила, она на меня не стала переключаться. Вот, ну, как-то я эту, ну, мне было до слёз просто. Я потом наклонилась к этой девушке, говорю, простите нас, пожалуйста. Они все такие. Вот, ну, это чудовищно. Вот я до сих пор это помню. И это о многом говорит, о многом. Как вы оказались в театре Оперебалида? Здесь? Да. Ой, это тоже, кстати. Я не просилась. Мне помог Азер Зада и Магирам Гусейнов, с которыми, и Ильнар Мамедов. Ещё куча народа вообще на самом деле, как выяснилось, потом за меня, не сговариваясь, просили. Вот. И бывший директор Акиф Мелем, он меня позвал ещё в мае и предложил работать. Но тут у вас второй вопрос. Тут очень трудно легализоваться. Вот. То есть у меня на тот момент не было разрешения на проживание, не было разрешения на работу, а театр не очень хотел это делать. И они, в общем, ну, придёте в сентябре, и в итоге мне сделали через New Zealand. Они как раз там оформили все эти, ну, всё вот и зарегистрировали, и я у них оформлена. Вот. А так, конечно, это причина просто, почему здесь... Очень многие специалисты с удовольствием бы сюда приехали, но сама процедура легализации такая сложная и дорогая, и это надо делать каждый год, и с непонятным эффектом, что люди предпочитают осесть где-то в Грузии, там... Чем вы занимаетесь театрой или балета? Ой, сейчас вообще классно у нас стало интересно. Сейчас... Не, ну вот когда вот пришли, в первую очередь чем начали заниматься? Ну, во-первых, очень тёплый коллектив. Я хочу сказать, что это просто у нас там такая семья. Знаете, в Мариинском театре такое производство, то есть иногда к тебе приходят люди, которых ты вообще не знаешь, первый и последний раз их видишь. Тебе просто... По расписанию их выписали, они к тебе приходят, ноты ставят, и всё. А здесь ты всех знаешь лично. Вот. И как-то это всё очень... Это, знаете, как в Италии. В 19-м, там, 18-м. Всё веки. Это очень такой тесный коллектив, и ты работаешь каждый день с одними и теми же людьми. Ну, я здесь... Я считаю, что я прям оказалась на месте, потому что... Вы занимаетесь тем же самым, что занимаетесь... Да, да. ...концертмейстер. Концертмейстер, да. Причём это в Европе по-другому называется. Это корепетитер, то есть сорепетитер. А концертмейстер – это чисто русское слово. То есть, да, разучиваем партии, и сейчас это вот особенно актуально, потому что новый план у театра. И сейчас... Удивились, когда узнали, что новый директор. И вы же его, наверное, знали по России, да? Во-первых, я узнала. Во-вторых, я расскажу сейчас эту... Знаете, я считаю, что если ты во что... Речь о Юсипе. Да. Разве если кто-то не знает. Я считаю, что если ты вот честно... Я всё время говорю, что ты хочешь искренне? Почему я ещё, кстати, уехала? Я вот поняла одну вещь, почему я уехала? Почему мне ребята потом писали, говорят, да возвращайся, мы тут занимаемся музыкой, всё нормально, возвращайся обратно. А я думаю, мне придётся жить двойной жизнью. Думать одно, а делать другое. А я верю, что ты не можешь быть в фальшивом жизни и чистой музыке. Для меня это... Я вот прям берегу это. Вот надо быть очень честным. И если ты живёшь честно, если ты честно чего-то хочешь, честно в космос справляешь запрос, то оно будет. Где-то за недели три до назначения Юсифа я написала своим друзьям в Россию, которые с ним напрямую знакомы. Я говорю, здесь в Баку очень нужна молодёжная программа при театре, чтобы набрали молодых и научили их. Но нужен очень такой человек яркий, и который может часть своего времени посвятить и дать этому своё имя. Я говорю, поговорите с Юсифом. Вдруг он возглавит, здесь организует молодёжную программу. Написала в Довину, значит, в молодёжку Большого театра. Написала Ильдару Абдразакову. Он, кстати, приедет. Вот сейчас будет 11-го выступать на галоконцерте. Здесь написала нескольким людям. Говорю, вот помогите, спросите его, потому что мы напрямую не общаемся. И, ну, ничего, как-то так вот сказала. Иду, ну, ладно. И потом вот так вот раз, и оно случилось, я думаю, год. Просто он уникальный человек. Почему? Потому что я никогда про него не слышала плохого слова от коллег. Это вот кто в теме, они понимают, что это оперный мир, как, собственно, любой мир, это всегда такой немножко террорём. И вот он, вот про него я не слышала никогда плохого. Вообще. То есть все говорят о нём, что он потрясающий человек, он помогает, он бескорыстно помогает молодёжи, там какие-то. Вообще, он вообще очень много вещей делает просто, вот без какой-то, вот без отдачи, в смысле, без ожидания вот возврата. Ну, это скорее редкость. Вы уже пересеклись, не удалось поговорить, поделиться планами? Да, я ему написала, у меня же, у меня 3 августа заканчивается здесь, это вот, моё пребывание. 3 августа должна купить билеты и куда-то, в общем, деваться. И я ему написала, говорю, знаете, надо мне как-то тоже знать заранее, потому что у меня ребёнку надо тоже, ну, то есть у меня ещё есть год, а то потом надо как-то его со школы со всем определяться, и вот он мне написал, что мы вас никуда не отпустим. Там посмотрим. Ну, на самом деле я чувствую, что вот вообще такой человек, я могу, где есть театр, где есть работа для меня, я могу жить. Для меня это главное вообще работа. Вот, я там живу, пропадаю, и просто это, я фанат вообще, я люблю очень. Для меня вообще нет, я не разделяю в жизни, работаю, это всё одно и то же. Вот. И тут просто вот оптимально вот всё, что я умею, оно здесь надо. Прям вот весь пакет, не то, что там вот это надо, а это, а, мы и так знаем. Так в Мариинке так не было. То есть там очень многие там вещи, там не было платформы для экспериментов, а здесь она есть. И ну, и потом меня влюбили уже в себя фазалисты, потому что ну, такой тёплый, хороший коллектив, что ну, они, они, меня вообще, я здесь себя чувствую на курорте, они с меня сдувают пылинки там постоянно, я себя чувствую, как будто меня обнял огромный мишка. Вот. Вы готовы рассмотреть вариант, при котором Баку стал вашим не просто временным, а постоянным домом, пустить здесь корни и жить здесь веки вечные? Почему нет? Я же там весела, учить язык. Вот. Да, вы знаете, я после того, что случилось, дальше месяца, ну, вы, наверное, понимаете, ничего не планирую. Вот. Хотя мне не первый раз, знаете, там с нуля это всё начинать, но это вообще вот то, что случилось, это самое страшное. Хуже не может быть ничего. Когда ты теряешь кого-то из родных, это одна история. Ты можешь это пережить. Но когда ты теряешь всё, ты теряешь друзей, родственников, идентичность, и я ещё понимаю, что та страна, с которой я уехала, её больше не существует. Там это будет, даже если я туда вернусь, это будет уже всё другое. Я боюсь, что даже те люди, которые сохранили, пытаются как-то сохранить себя, они тоже так изменятся, что мы уже не сможем даже найти общий язык. Ну вот, есть такое ощущение. А когда война закончится, по-вашему? Вы знаете... И как? Я очень надеюсь, что... Я считаю, что Россия должна проиграть эту войну. Иначе всем будет очень плохо. И в первую очередь россиянам. Просто то, что на Украине, украинцам проще в каком смысле. Их война, она праведная. Это, наверное, как нытьё звучит с моей стороны. Но я своим ребятам говорю, знаете, если бы на нас напали, я бы на фронт пошла и песни там играла бойцам, а не поехала бы куда-то. Но вот порядочным людям, как вот Серебренников режиссёр сказал, мне было ощущение, что я живу в эпицентре зла. То у меня было ощущение, что вот перед отъездом, мне почему говорят, что я хотела так уехать, просто я вдохнула первый раз здесь. У меня было ощущение, что я вот персонаж, если вы видели, фильм мобитель зла. Вот у меня было такое ощущение, потому что на следующий буквально день или через два дня, когда я поехала на работу, стали останавливать люди, говорят, ну, я написала же в Фейсбуке, там, что, ребята, что это чудо, что это вообще. Ты просто не понимаешь. Просто ходи на работу, занимайся музыкой. Это не, там, три дня пройдёт, и всё будет хорошо. И ты идёшь, и просто вот так вот, по углам. Многие знакомые вас так разочаровали? Очень многие. Очень многие. Наверное, проще посчитать, кто нет. Я не могу сказать статистику, но там были очень близкие люди среди них. И потом мне написали, сдавай паспорт, и я пожму тебе руку, будь до конца честной. Говорю, а почему я? Почему я должна? Почему я что? Чем я хуже? То есть, почему я должна заткнуться? Почему? Почему на моей родине не нашлось места для таких, как я? Я что, самый вредный человек? Я, между прочим, в общественной деятельности проводила какие-то собрания дома, вообще психопатка, там, 788 квартир с бюллетенцами, и сама ходила, собиралась, чтобы там какие-то... Ну, то есть, от меня не было вреда, мусор раздельно задавала. Просто, самое-то паршивое, что в последнее время, вот именно последние там лет 10 в России началась вот эта горизонтальная движуха, которая позволяла думать, что вот, наконец-то, волонтеры, совершенно люди, вот такие горячие, которые там... Сейчас вот в Питере хоспис организовали на дому, то есть, люди у нас же еще... Я не знаю, как у вас система здравоохранения, но в России такое странное, что человек от боли умирает, а ему не выписывают обезболивающее, потому что наркоконтроль, а вдруг проблема. Вот, и люди, просто там была история, когда генерал просто застрелился дома на последней стадии рака, потому что жена пришла в поликлинику, а там, видели, там, доктор там побоялся рецепт подмахнуть. Ну, это же вот такое отношение к людям. Вот, и они там все с этим борются, там, ПНИ-то, психоневрологические диспансеры, там, людей вытаскивают, просто вытаскивают безнадежных людей, которые приговорены к этому, снимали у них квартиры, там, как-то пытаются их реабилитировать, ну, с охранным мозгом, которые с сознанием. Вот, и ты на это все смотришь, и вот любишь их за это, гордишься, и думаешь, вот, и вот это все, это все, и там они, конечно, все остались. Я не знаю, на что они сейчас там все существуют, потому что, ну, вот, я была, когда начала получать свою гигантскую зарплату, поскольку ты привык все время там едва сводить концы с концами, потом куда-то все девать, и я-то подписала сразу там на пожертвование, думаю, хоть что-нибудь хорошее сделал. И это все он, все обнулил, все просто уничтожил наш президент. И я помню эту фразу, и подписываюсь, и готова повторить, он нас предал. Он предал свой народ, он сотворил какую-то страшную вещь, это просто не поддается анализу. А то, что сейчас там происходит в России, я погружена, просто я читаю, я смотрю интервью, а когда мне говорят, ты читаешь там какую-то пропаганду, я говорю, нет, я просто смотрю выступления первых лиц нашего государства, мне не надо ничего читать. Я когда про пятую колонну в марте прошлого года услышал, какая пятая колонна вообще, каких годов вообще риторика, о чем вы вообще сумасшедшие. Я говорю, я просто пропустила, на самом деле давно уже был там инагент, это какой-то бред. Я говорю, я сам, у меня вот статус в фейсбуке концертмейстера инагент. Конечно, инагент, я под влиянием западной культуры, я играю в композиторов. И опера, это в общем не русское изобретение. Ну, это несерьезно. Ну, рейсеры на агентов вас не включили. Я слишком мелкая. Хотя до таких тоже, наверное, доберутся потом. Там ведь как, сначала самых ярких, потом поменьше, а потом начинают кушать своих. Вот. То есть процесс-то, он предсказуемый. То есть берешь историю там 30-30-х годов, и все там читаешь. Вот на что люди рассчитывают, которые там сейчас остались, что их как-то это минует. Это, знаете, это казино. Сегодня ты, а завтра я. Это нет логики. У этого. Может, меня на это, а может, и нет. Ну, вот я, например, я иногда думаю, что если бы не мой сын, я бы там осталась помирать со всеми. Вот. Но у меня как, вот знаете, как шампанское пробка. Просто ребенок. Думаю, нет, мой ребенок не должен это видеть. Просто не должен. И этот весь ужас там. Я помню, 23 февраля он мне приносит раскрашенный искандер. И вот у меня тоже это все... Думаю, ну а зачем вот это? Ну, защитник Отечества, это не боеголовка. Защитник Отечества, это солдат. Зачем он это раскрашивает? Пусть, ну, там, не знаю, подвиг солдата. Ну, почему вы... К чему оружие-то вообще? Зачем это? То есть вот... И это все тоже в общую копилку потом вот это все сошлось, что парад этот несчастный на Красной площади. Я давно уже думаю, зачем возить... Парад это про людей. Зачем возить там оружие? То есть, да, подвиг защитников, День памяти. Причем, большая часть этих погибших, они бы ужаснулись, если бы увидели, как это все празднуется. Есть же воспоминания не парадные, а настоящие. И мы делали спектакль в драмтеатре. Мы плакали сами за кулисами, когда читали. Кто-то читает, а мы рыдаем. И выходим в курилку, чтобы не слушать, потому что потом артистам выходить, они в слезах. И вот это так должно быть. Страна, чей президент предал... Чей президент ее предал, она может развалиться? По-вашему? В ближайшие годы, в ближайшее время? Знаете, наверное, меня есть, кстати, за это посадят, если... Но посадить себя могут за все. Это, может быть, было бы к лучшему. Потому что, вот смотрите, когда ты живешь не в Москве, не в Петербурге, ощущение, что ты вообще в глубокой периферии, всем на тебя плевать. Это неправильное чувство. Вот я, например, живу на проспекте Гейдара Алиева, и я знаю, что президент Азербайджана каждый божий день ездит по этой трассе к себе домой. И мне кажется, что в этом больше правды, чем когда твой президент где-то там, ты его никогда не видишь, вообще не знаешь, живой он или это двойники там его. До него там не достучаться, не дозвониться никак, вообще твоя власть где-то, а ты здесь, можно нам, пожалуйста, там из бюджета там что-то выделить. У нас же так происходит. Есть такие регионы, в которых вообще просто в наглую всё высасывают, и туда-обратно никаких вложений, ну, по минимуму просто, чтобы народ не бухтел. И всё-таки человек, как мне кажется, комфортнее живёт там, где он чувствует свои границы, что вот это его земля. Не какое-то безразмерное пространство, в котором ты вот всё время там ездишь, тут и там, тут и здесь, и относишься, соответственно, как вот временщик. Вот. Ну, это мои мысли. Я говорю, меня, ну, там, в России, меня большая часть моих друзей, коллег, они считают меня предателями. Они мне это, многие уже лично изложили. Сначала меня это просто убивало. Думаю, ну как, я же очень люблю свою родину. Но потом я немножко вот попыталась и глазами посмотреть на эту ситуацию. Поэтому то, что я вам сейчас говорю, это точка зрения предателя. Это я не могу сказать. Ну, на самом деле, это точка зрения патриота по большому счёту. То есть так, посмотрите, человек, который любит свою родину и хочет ей добра, и понимает, что для неё добро, а что для неё зло. Потому что зло она себя уже сама сделала на веки вечные. Ну, просто говорю, я погружена. Знаете, как одной ногой я здесь, а другой ещё там, там. И там совсем другая риторика. И я, я уже немножко эмоционально отключилась. Раньше меня просто, знаете, каждый день ты открываешь телеграмм, и такое ощущение, что тебя просто, ну, у тебя ножи засовут. Просто ты думаешь, ну, нет, ну, не может же быть так, не может. Ну, это уже такая стадия, такая степень падения, что, ну, это даже не посмешище, это вот какой-то кринж просто. Про, там, православный тиндер. Ну, ну, помимо, вот, то есть они делают, знаете, страшно и смешно вот это вот сочетание, оно, ну, меня ужасает. Просто, и я не могу себя, вот знаете, как у нас огромная дискуссия вот среди россиян, причастен я или не причастен. Я тоже долго думала, я тоже, я тоже не хочу быть причастной, ну, не хочу. Ну, вот последнее, я пытаюсь все осмыслить. Чикатило, у него, может быть, была самая прекрасная печень, самая правильная печень, и все клетки печени, они правильно думали, но он, это не мешало ему ничего делать, то, что он делал. И как можно сейчас сказать, я умыл руки. Я, кстати, недавно, мастер Маргариту, как-то такое у меня было, возвращение к роману, и думаю, господи, как это вот, почему он это написал? Он это про то и написал, что мы все хотим умыть руки от этого. А как? Нет, ничего не получится умыть. Хочется. Я, кстати, знаете, вы говорите, почему 6 марта? Там у меня целую жизнь я прожила, я пыталась найти основание, чтобы остаться. У меня еще 28-го, в день рождения, был концерт. И я поняла, что я не могу и не хочу играть. Как вообще можно в этой ситуации что-то выходить и делать вид, что ничего не происходит? Вот. И думаю, так, сейчас надо что-нибудь придумать. Ну, как можно, нормальный человек не может взять и отказаться от такой денежной работы, там всего. Я думаю, я так сейчас, вот сейчас какой-нибудь хитрый, сейчас я обманул свой мозг, там придумал, что там, я там только искусство, искусство вне политики, там еще что-то. И нет. Ни одного вообще. То есть, я честно хотела, хотела вот себе какую-нибудь глазейку найти. Не нашла ничего. такого. И, ну, в общем, я не раскаюсь, я прямо очень рада, что я это сделал. Сейчас я наоборот, я понимаю, что, что я сейчас, у меня новая жизнь, она уже, я ее прям чувствую, ей уже пахнет. Там еще не отболело, но я вижу, что происходит с моими, ну, друзьями в России и очень им сочувствую, которые вот ушли во внутреннюю миграцию, там стихи перевода французских поэтов 15 века. Но все равно это двойная работа, это страшное дело. Если россияне, ваши друзья, знакомые, которые никогда не были в Баку, попросят вас описать Баку в двух словах и азербайджанцев в двух словах, какие это будут слова? В двух словах. Можно в трех. В трех словах. Первое, что я бы сказала, что это гостеприимный город. Город, где тебе рады. Я ни разу за год мне никто не дал понять, что я здесь. Какая-то не такая, лишняя. Ни разу. Я в России чаще с этим сталкиваюсь. Вот. А вторая, мне очень нравится вот эта земля огней. Мне кажется, что здесь в людях есть какое-то такое ощущение, что из земли вот идет такая энергия, которая выражается в талантах, прежде всего. Сюда приехало очень много талантливых азербайджанцев, которые родились в России, выучились в России, сейчас вернулись обратно. И когда ты с этими людьми общаешься, которые знают несколько языков, которые... самое главное, самое хорошее, что я вспомнила, здесь стыдно быть циничным. Вот. Это для себя отметила. Это для меня огромное было открытие. В России стыдно быть не циничным. То есть я думаю, что ты дура и в жизни не разобралась. И когда ты человеку говоришь, да я разобралась, просто это мой сознательный выбор, быть искренним, и вот пусть лучше меня ударит, чем я буду всё время делать вид, что ну я... Ну что? Вот без этого. А здесь люди относятся к жизни без вот... Ну, по крайней мере, моё окружение. Я не берусь за всех сказать. Потом есть ещё существенный фактор. Я не понимаю азербайджанский язык, и у меня есть всё-таки немножко ощущение, что для меня делают некоторый такой реверанс, чтобы меня не погружать. Ну, в театре так точно. Я говорю, я счастливый человек, я ваши скандалы, интриги, расследования не знаю, потому что я не понимаю ваш язык. Они со мной общаются на русском, и иногда приходят ребята, которые говорят только по-азербайджански, но я стараюсь их к английскому приобщить, потому что к нам вот сейчас приехал итальянец, коуч, его позвал Юсиф, это очень классно, вообще замечательно, сейчас у нас прям вообще место силы там в театре, вот, им надо знать. Но я тоже чуть-чуть учу, там узун, кичик, там всякие слова, там нотка маленькая, большая, там всё какие-то плохо, хорошо, яхши, в общем, сейчас, ещё меня научили, бибимин, юраи, всякие такие штуки, вот, вот это, это потрясающе, то есть это вообще земля поэтов, тут, и кстати, да, и здесь очень, ну, как мне показалось, здесь очень уважают поэтов, судя по количеству памятников, и вот с оперой не так, допустим, это популярно, но художественное творчество тоже, живопись, скульптура, всё это, вот, для меня это очень важно, то есть ты в духовном поле находишься, причём в очень древнем, то есть вот древность, это, ты понимаешь, что вот на этой земле, много-много веков назад, здесь уже всё было, вот, и, ну вот, наверное, я не знаю, в двух или в трёх, там я сейчас сказала, ну, то есть это вот как, это для меня, возможно, я что-то упустила, вот, но, да, для меня, меня не сразу это посетило, вот это всё, но, вот это наш, конечно, мантра, а, вот, про российский взгляд на вещи, для меня Турция, пока я жила в России, это был место, пляж, российский пляж, в моём сознании, то есть Турция, это место, куда ездят россияне на пляж, я даже, у меня даже не было мысли, что эта страна, в общем, ну, как бы столица региона, можно сказать, ну, в общем, центр, и там, научный, и технический, и всё, только здесь я это узнала, просто, я не говорю, что я не образованный человек, понятно, я там в своей узкой сфере, и многого не знаю, но это вот такая очень распространённая штука, немножко принижать всех, чтобы чувствовать себя, вот, выше, поэтому, а здесь я поняла, что, да, это может быть, это не та страна, которая занимает там везде, там все первые места там в рыбинках, но это страна, в которой есть уважение к культуре, есть уважение друг к другу, есть уважение к гостям, это очень важно, здесь люди вежливые, и, ну, просто нет хамства, вот я с ним не сталкивалась, хотя иногда таксисты такие попадаются, странные, очень странные таксисты, но это очень редко на самом деле, в основном, в основном, я, я очень рада, что здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!